Поздравить жителей села приехали народные коллективы из Сочи. Здесь подготовили большую праздничную программу. Для детей работали развлекательные площадки, аниматоры. Гостей ждали угощения. Например, местный аналог знаменитого эстонского блюда мульги капсад. А в селе его называют капсапудру. В Эстасадке живет уже шестое поколение выходцев из Эстонии. О событиях давно минувших дней напоминает вот этот дуб, под которым собирались первые жители. Несколько лет назад, когда дерево высохло, из него сделали памятник. Это место как бы намоленное. Оно сюда все тянутся, и здесь все себя прекрасно чувствуют. Уже немногие здесь хорошо говорят по-эстонски, но народные песни еще помнят. И интерес к изучению традиций есть. Гости из Прибалтики привезли в подарок книги и брошюры. По ним смогут обучать детей. Мы прокладываем мост между Эстонией и Россией в культурных связях. И в связях изучения эстонского языка мы привезли эстонские учебники, песни, диски. Еще 10 лет назад добраться сюда было непросто, но в период большой предолимпийской стройки многое поменялось. В селе есть современная инфраструктура. За последние пять лет власти превратили этот уголок в комфортный для жизни и привлекательный для туристов. Поселки общинный дом, позже ставший домом культуры, построили в 1914 году. В этом небольшом здании местные жители смотрели кино, проводили концерты. В нескольких шагах от него ровно 100 лет спустя построили спортивную площадку и дом культуры. Он уже намного больше, ведь и людей здесь прибавилось. Население стремительно растет. Как говорят в администрации Краснополянского округа, эстонсадок больше напоминает город, а не село. Из 350-400 человек, которые были в эстонсадке, заселением данных домов волонтерских, население увеличилось в 6 раз. То есть здесь почти, ну, около 2,5-3 тысяч, даже больше. Как менялась жизнь в эстонсадке, туристам рассказывают в доме музея Антона Хансена Тамсаары. Классик эстонской литературы здесь провел несколько месяцев, путешествуя по Кавказу, и написал несколько своих знаменитых произведений. Я не случайно сегодня в платье, в цветах, потому что живу и родилась в пятом поколении здесь, в эстонсадке, который имел название эстонский сад или, коротко, эстонсадок. Не случайно у меня бабочка тут присутствует, потому что там Сары когда-то написал здесь у нас миниатюру мальчики бабочка. На Кавказе писатель лечился от туберкулеза и во время своей поездки действительно пошел на поправку. Сегодня эстонсадок известен уже не только своим хорошим климатом и гостеприимными жителями, но и как центр горного туризма и зимних видов спорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ